всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня как вы уже поняли из названия у меня будет книжный влог я вам покажу те книги которые прочитала и те книги которые буду читать после того как сейчас езжу в библиотеку я езжу библиотеку у нас есть недалеко ну как недалеко нужно ехать до нее вот очень хорошая библиотека очень нравится достаточно часто обновляется ассортимент можно найти очень интересные книги у меня есть видео на канале где я снимал библиотеку внутри и я вам оставлю ссылку на это видео внизу инфобокс это было примерно около года тому назад принципе она у нас не изменилась обновляется только ассортимент и это очень очень здорово потому что они все книги хочется покупать особенно когда книги стоят там около 1000 рублей это не всегда не всегда есть знаете такое бывает книги вот например у меня когда как который просто хочется почитать и такое что-то легкое ни о чем вы знаете на ночь и что называется забыть да вот сейчас я прочитала две книги просто раз по моему когда ездил в библиотеку я насколько мне кажется не снимала видео может быть и снимала но мне кажется нет но книги у меня эти давно читаю я крайне медленно потому что я читаю только на ночь и бывает такое что даже прочитаю все пол странички и засыпаю честно признаюсь вот но не об этом и да я хотела вам показать многие девочки пишут тоже из-за мужа не могут читать обычные книжки до читают только электронные я электронные книги последнее время не могу читать потому что я очень долгое время читала именно электронные книги когда детки были были маленькие вначале был старший маленький потом младший не спали у нас в комнате старший так вообще у меня от малейшего шороха просыпался поэтому читала электронные и настолько пересытилась электронными книгами что хочется держать в руках живую я вам хочу показать лампочку которую моему муж заказывал на алиэкспресс где такой до 3 тому назад лампочка очень классная с которой я читаю и муж мой спит и ему и ему вообще не мешает эта лампа это здорово так что сейчас вам ее покажу и вот хочу показать вот эту лампочку с которой я читаю вот так вот она выглядит видите здесь на прищепочки вот как раз сюда очень хорошо она и регулирую уже как не надо я его так вниз опускаю и спокойно себе читаю очень светло на свете дневным светом вот мне кажется такие лампочки девочки можно много где найти вот видите смотрите видите как хорошо конечно не показывает то есть вот она видите сгибается как как угодно вот например видно достаточно ярко для книжки то есть на книжку хорошо светит но при этом мужа лишний раз не будет так что так что советую видите подобные я видела и всяких строительных магазинах лампочки вот мне нравится что он так вот гнется вот она у меня уже где-то три года и ничего с ней абсолютно ничего не случилось хотят с алиэкспресс вот если я найду ссылку на эту лампочку если она еще не сгорела я вам оставлю внизу инфобоксе она где-то три года примерно у меня ничего с ней не случилось ни разу ничего там уж не менял не ремонтировал мне кажется это классно и в любом случае если даже не эту лампочку то какую-то другую спокойно можно купить на алиэкспрессе они там все-таки на мой взгляд они дешевле чем магазинах вот там магазинах такой же китай продают на мой взгляд вот но давайте уже перейдем к книжкам покажу две книги которые я прочитала первая из них это детектив я кстати люблю детективы но я люблю такие английские классические детективы я прочитала все году кристи кирпуаро это вообще особенно сериал кирпуаро с дэвидом суши это наш любимейший с мамой сериал который мы пересматривали сто миллионов раз из пересмотрим еще раз и ходили кстати на фильм который сняли вот который без дэвида суши там в прошлом году он по-моему выходил до восточный экспресс но нам он не особо понравился для для меня вот и кирпуаро это именно дэвид суши мне очень нравится этот сериал я не знаю просто обожаю мама мы тоже ну вот брала библиотеке вот такую книжку на ее марш я вам оставлю название книг внизу в боксе потому что я сейчас поеду их сдам и возьму новые значит игра в убийство и чернее некуда здесь написано что он ее имя стоит в одном ряду с такими из признанными классиками жанра как какая-то кристи и дороти элл сейерс за свои литературные достижения она была достойна на звание дамы командора ордена британской империи вот такая вот книжечка здесь два детектива в одной книжке игра убийство и чернее некуда вот игра в убийство мне понравилось больше как-то но интереснее а чернее некуда слишком долгое нудное начало я знаете привыкла к такому классическому варианту когда убили и пошло расследование да здесь немножечко по-другому начале такое долгое развитие событий потом уже убийство и потом уже расследование вот но книжка понравилась и я люблю подобные детективы читать как вы уже поняли поэтому в принципе прочитала с огромным удовольствием и следующая книга это джон андервуд код шекспира вот так вот она выглядит тоже вам подпишу внизу для тех кто когда-то читал или смотрел фильм о код да винчи это тоже самое только про шекспира вот прям практически то же самое даже подобные развития событий тоже погони преследования какие-то лжеубийства и так далее в общем принципе достаточно интересная такая захватывающая книга и я конечно не буду там совсем уж содержание и рассказывать кому интересно я думаю и можно наверное скачать в электронном виде если вы читаете электронные книжки вы знаете что могу сказать про эту книгу оставила такое впечатление когда захотелось проверить а действительно ли есть доказательства тому о чем здесь написано то есть здесь ставится под сомнение авторство шекспира и идет такое некое расследование поднимание различных фактов различных каких-то старинных документов и так далее вообще захоронение все эти тогда очень интересно на самом деле так захватывающие но вот кому нравится код да винчи я очень советую этот код шекспира почитать интересно такая книга загадка здесь написано да действительно эта книга загадка но вот действительно если бы я увлекалась наверное шекспиром мы я бы наверное захотела бы узнать а вдруг это действительно так то есть такое зернышко сомнения эта книга вообще оставила у меня поэтому стало очень интересно вот но я уж конечно в таких фактах копаться не буду это надо прямо изучать всю полностью биографию все вообще документы и так далее да и доступа я думаю что у меня не будет подобным документом но действительно знаете захотелось узнать а правда ли это вот сейчас я поеду в библиотеку и уже включусь к вам чуть позже покажу какие книжки дела ну что съездила я библиотеку взяла 4 книжки я не знаю мне кажется я погорячилась конечно что-то все это захотелось мне прочитать на самом деле вот такие книжки я читаю ну детективы я читаю достаточно быстро всегда принципе они такие уж толстые вот всякие романы и тому подобное я читаю уже помедленнее в общем я только что говорила что люблю детективы и вот такие ну классические английские да про шерлока холмса я тоже читала все вот в общем это кто это у нас лори кинг признание в общем лори кинг вот я здесь про него прочитала мне кажется я что-то подобное кстати много читала видите лориат премии в общем видите она типа в романах совершенно не сказив образ холмса создать рядом с ним женщину прорицать на неотразимы достойный интеллекта высокого великого сыщика и его сердце это типа ученица шерлока холмса не знаю мне кажется у него не было никаких учениц и ну да ладно вот якобы она тоже вот всякие детективы именно того времени идут то есть не современные а того времени в общем почитаю об этом расскажу но вот эти книжки этому я быстро прочитаю потому что подобные детективы мне как-то быстро заходят дальше увидела вот такую книжку пушистый избранник если не кот то кто какая-то восхитительная смарт-комедия про котика в общем вот такая видите про но не знаю посмотрим видите санкт-петербурге вот и здесь хозяйка этого года тоже наташа в общем почитаю не знаю и еще взяла вот такой роман там много было романов вот этой сары джио я решила вот такой там как бы первая есть книжка это вроде бы 2 1 естественно не было в наличии у них вот я взяла 2 там еще всякие продолжение я так понимаю вот такая вот тоже книжка в общем буду читать надеюсь что прочитаю и достаточно быстро так что вот такие вот я взяла книги я не знаю летом я обычно читаю кстати быстрее книжки больше но наверное потому что не нужно ездить туда-сюда мне уже больше нахожусь дома но сейчас я уже показывала я увлеклась картинами по номерам и одна и моя подписчица мне сказал что она написала мне что она заказывает картины по номерам на озоне девочки туда зашла боже мой я хочу все на самом деле такой человек который да вот я загораюсь но я говорю обычно очень долго то есть мне нужно там воплотить все свои идеи и только потом я успокоюсь поэтому я сейчас уже сделала половину второй картины да и уже выбираю нового 1 мне там очень сильно понравилось и просто ну там можно залипнуть на этом озоне конечно действительно там большой выбор и картины там подешевле так что если кто-то мне писал что дочка у нее тоже ну картины по номерам раскрашивает вот так что на зоне посмотрела вроде бы подешевле но мне так кажется цены в общем я поэтому свободное время я сейчас посвящаю конечно картинам по номерам потом покажу вам готовую уже работу вот ну и плюс чтение книг конечно тоже хочется на это уделять времени в общем на все хочется уделять времени еще огород в общем в общем да но надеюсь все успевать так что я надеюсь вам понравилось такое видео я книжные влоги обязательно буду продолжать не буду их заканчивать просто как вы понимаете очень очень медленно я читаю но сейчас наверно побыстрее я так думаю прочитаете книжечки и расскажу потом вам следующем влоге возьму что-нибудь интересное с новым так что он на сегодня я буду заканчивать не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч